Возле огражденных деревьев около десятка человек. Члены инициативной группы жителей окрестных домов решают, что делать с непонятным строительством, которое началось под их окнами. Строители, которые огораживают зеленую аллею жильцы домов 33 и 35 по проспекту Людвига Свободы, обнаружили еще на прошлой неделе. Прибывшие работали споро, за каких-то два часа соорудив забор вокруг шести соток земли. Правда, понять, что будет на подготовленном под строительные работы участки местные жители не могли. Никакого информационного стенда не было, а документов строители не показывали. Возмущенные таким поведением, люди, рассказывают, вызвали полицию. К приезду правоохранителей на место прибыл и представитель подрядчика с копиями документов. Правда, продемонстрировать их согласился лишь патрульным. Местных жителей же заверил, тут будут малые архитектурные формы. Зачем им под балконом еще одна группа киосков вместо деревьев, когда вдоль всего проспекта их более чем достаточно, люди не поняли. Практически у нас воруется наше тихое место, это зеленая зона, в которой люди здесь отдыхают, здесь гуляют, мы в конце концов здесь дышим. Мы здесь живем 35 лет, вот эти деревья посажены нашими руками. И я не хочу, чтобы они 30 деревьев, вот мы подсчитали, 30 деревьев они должны срезать. Жесткая позиция граждан заставила строителей на время ретироваться. Они оставили недостроенный забор и охрану внутри огороженного участка. При этом охрана сама не знает, что тут будет и чье имущество охраняет. Мы ничего не в курсе. А есть же начальник ЖЭКа, есть депутаты тут все. Они все здесь были и никто толком не дал. Откуда ж охранникам обычно, которые охраняют профлист? О том, что начнутся какие-то строительные работы в жилком сервисе, узнали вместе с местными жителями, рассказали по телефону коммунальщики. Начальник участка, которая разбиралась с неожиданными гостями на ее территории, утверждает, у строителей действительно все документы есть. Но вот только копии они пообещали предоставить лишь по официальному запросу. Все документы, как и самих заказчиков, удалось увидеть после вмешательства депутатов горсовета. Встреча так называемой рабочей группы, рассказывает депутат Алексей Бабешко, прошла в начале недели. По логике все документы, я видел проектную документацию, мы видели договор аренды земли, который был подписан в этом году с физическим лицом, мы видели декларацию ГАСКО о начале строительства. То есть, по моему пониманию, все необходимые документы у них есть. В соответствии с документами, которые увидели депутаты, данный участок земли получил в аренду харьковский предприниматель по решению сессии горсовета еще в 2005 году. Ее назначение – для строительства торгового центра, который должен был тут появиться до 2007 года. А эксплуатировать этот объект арендатор может до 2030. В этом году решением сессии были изменены сроки строительства до 2018. Также был разработан проект одноэтажного комплекса, визуализацию которого и показали инициативной группе жильцов. При этом заказчик строительства пообещал скрасить возможные неудобства, связанные с реализацией проекта. «Застройщик сказал, что они готовы не трогать зеленые насаждения. Думаю, слукавил, потому что там практически это невозможно сделать. Пообещали, как компенсацию за неудобства построить рядом детскую площадку. Тоже там вопрос возник, где ее ставить и какого формата она будет». Результатом встречи, отмечает Александр Бабешко, стал договор о временной приостановке строительных работ. Заказчик решил сделать то, что не было сделано до начала работ – пообщаться с жителями близлежащих домов. Встреча должна состояться на следующей неделе. Но побеседовать с журналистами новостей ЭТН представители арендатора отказались, ссылаясь на то, что сейчас стараются вести диалог с жителями. По адресу же компании, которая указана как строительный подрядчик, и вовсе от проекта отреклись. «Есть документы, которые говорят о том, что ваша фирма, она выполняет строительство на Алексеевке. Неизвестное строительство. Никаких не выполняется, пожалуйста. В смысле? Не выполняется, не занимается. Ну, есть же как бы документы у вас. Нет? Нет. Тем временем новости ЭТН направили запрос в горсовет с просьбой предоставить документы о выделении земли на этом участке». Оксана Нчапаренко, Владимир Борох, Михаил Воронков, агентство телевидения новости.